Всем привет! В этом году, на период отключения горячей воды, пришлось купить водонагреватель, потому как у нас появился малыш, нагревать воду в кастрюлях для подмывания было крайне неудобно. Сразу уточню, что Суумбров остался на 100% доволен, потому как все потребности были покрыты. Если говорить про душ для взрослого, хватает и еще остается теплое, но при условии, что в момент нанесения моющих средств вода отключена. Самый оптимальный вариант, конечно же, было купить большой бойлер литров на 100, хватит даже на большую ванну. Но с учетом ограниченности пространства квартиры и нежеланием тратить много времени на монтажные работы, я сузил круг поиска до двух категорий, проточный нагреватель и маленький накопительный бойлер. Проточный нагреватель привлекал неграниченным количеством подогретой воды, но не устроило следующее. Во-первых, хорошо греет только высокомощный с номиналом 5 кВт, для чего нужна соответствующая проводка с толстым сечением. В ванной, куда я планировал устанавливать бойлер, у меня такого не было. А прокидываются удлинители из другой комнаты, это, во-первых, не эстетично было бы, а во-вторых, такой удлинитель с толстым сечением тоже стоит немалых денег. И второе, чтобы вода была достаточно теплой, а не летней, нужно уменьшить напор воды. А мне как раз нужен был напор воды, чтобы подвыть малыша после кака. Взвесив все за и против, я понял, что мне нужен именно небольшой бойлер, который я поставлю на пол у шкафчика в ванной без монтажа на стену. Потому что квартира эта съемная, и монтировать что-то это не входило в мои планы. Поехал в строительный магазин, и среди других маленьких бойлер я выбрал именно этот термекс IC15U только по одной причине. Только у него конструкция предусматривала стоячее положение. То есть подводка сверху, и сам он стоит на полу. Все идеально. Есть также крепление на стену, возможно пригодится в будущем. Внешний вид мне нравится, и качество исполнения кажется вполне приличным. Трубки хромированные. Присутствует УЗО. Есть регулятор нагрева. Бак выполнен из нержавеющей стали. Кстати, время нагрева до 45 градусов всего лишь полчаса, а максимальная температура нагрева воды 75 градусов. Чтобы получить больше горячей воды, я выкручивал регулятор нагрева на максимум. Хочу отметить, что в таком режиме внутри бака образуется накипь. Как уже говорил, я планировал поставить бойлер на пол рядом со шкафчиком. Но получилось даже лучше, чем планировал, потому что он влез сам в шкафчик. Будь он хотя бы на миллиметр больше, этого бы не случилось. После того, как центральную горячую воду все же подключили, я демонтировал бойлер, слил воду и несколько раз промыл, чтобы вымыть накид в виде хлопьев. На этом все. Пока!